В Европейском агентстве лекарственных средств приступили к экспертизе российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» для последующей регистрации. Специалисты проверят препаратную эффективность, безопасность и качество. А тем временем в самой России наблюдается странная тенденция. Люди, сделавшие прививку, все равно заболевают. Почему так происходит, расскажет Наталья Раим. Спасибо, Оскар. Это главный вопрос, которым сейчас задаются инфекционисты. Массовая вакцинация против ковида идет с января. По последним данным, в этой стране привиты 4 миллиона человек. При этом врачи и чиновники в большинстве своем пока не рекомендуют привитым снимать маски. Но некоторые заболевают даже после получения двух доз. Правда, подобные случаи не опровергают эффективность вакцины и не свидетельствуют о ее плохом качестве. Тем временем полиция в Китае и ЮАР конфисковала тысячи доз фальшивых вакцин от коронавируса и обнаружила целую преступную сеть, распространявшую поддельные препараты. В Китае на сегодня зарегистрировано 10 завезенных случаев мутированного вируса. Эти случаи будут происходить, потому что люди прибывают в Китай. Но главное не допустить распространения внутри страны. В Европе друг за другом выходят на акции протеста те, кто терпит убытки из-за локдауна. Так, в Нидерландах несколько десятков работниц секс-индустрии устроили акцию протеста у здания голландского парламента в Гааге. Они не согласны с решением властей, которые, ослабив коронавирусные ограничения, разрешили вернуться к работе представителям многих профессий. Но среди них не оказалось тех, кто предоставляет интим услуги. Я протестую, потому что секс-работники подвергаются дискриминации. Мы единственные, кому из сферы услуг не разрешают работать. Люди могут пойти в парикмахерскую или к массажисту, но не могут посетить нас. А в Германии любители классической музыки заказывают на дом концерты вместо пиццы. Обычные концертные залы в Германии уже почти госзакрыты из-за пандемии коронавируса. И музыканты Франкфуртского камерного филомонического оркестра вынуждены были придумать доставку выступлений прямо на дом. Кстати, она стала пользоваться огромной популярностью. Небольшие концерты длиной 7-10 минут дают прямо на лестничной площадке. Уже и музыканты подстроились под правила пандемии. Оскар? Да, спасибо, Наталья.